Мы встретились с Майей Михайловной на вручение «Золотой маски». Она мне вручала за проект «Красотовое движение». Я сказала, Диана, вы же знаете, наверное, есть такой балет Анны Кариной. Я говорю, Майя Михайловна, вот я ждала этой встречи, чтобы вот только вы можете вот так вот позвонить маэстро, и это случится. Я знаю, что этот спектакль был в Копенгагене. Она говорит, а в чем проблема? И действительно так и случилось. Она позвонила, и буквально в этот же сезон мы станцевали Анну Каренину. И после этого у нас завязались уже, знаете, такие человеческие отношения, какие-то такие семейные, мы постоянно встречались в разных городах, на разных сценах мира. И он всегда с невероятной нежностью относился, и с невероятной нежностью относился к тому, что я делаю. И так получилось с того периода, я как раз начала танцевать репертуар Майи Михайловны. Я чувствую его не только, когда с ним общаюсь на уровне человека, с человеком. Я его как-то чувствую душой. Это бывает у меня очень редко. Это всего лишь в моей жизни вот два человека, которых я чувствую, что они говорят душой. Я никогда не забуду вот это впечатление, когда всегда встречаешь Евгения Константиновича, этот блеск в глазах. Это невероятная искренность и энергия. Это невероятное благородство. Это душевная, духовная возвышенность. То, как Родион Константинович говорит, кажется, что это со страниц его любимых писателей, например, Лескова. То есть это такая речь какой-то другой эпохи. Я всей душой всегда рада любой встрече, будь то с произведением, будь то с ним самим, будь то по телефону. Я очень рада, что мы постоянно отмечаем бесконечный юбилей. И, Родион Константинович, я вам желаю, конечно, здоровья. Я вижу, как вы продолжаете нас удивлять, вдохновлять, как вы держитесь. И от всего сердца, всей моей души я вас очень люблю. Желаю вам долгих лет здоровья. Мне повезло, я исполнил роль левши. Простой русский неотесанный левша создал такой шедевр. Подковал блоху так, что даже государь сначала не увидел. Это мельчайшая, тонкая, невидимая работа, но которая потом произвела фурор на весь западный мир. Ордион Константинович создал свой шедевр музыкальный. Гениальная работа, которую можно рассматривать под микроскопом и удивляться, и восхищаться. Ордион Константинович, спасибо вам. Мы вас любим и с юбилеем. С Ордионом Константиновичем я познакомилась в Мюнхене. Это была совершенно случайная встреча. У меня был концерт, и они с супругой пришли на него. После чего у нас была маленькая встреча. И он говорит, ой, так приятно познакомиться. Вот русская певица в Мюнхене. А что вы поете? Я говорю, ой, я вот знаю ваши частушки Варвары. Каждую оперу с ним мы делали вместе. Он принимал участие, чему-то меня учил, что-то показывал. Ну и в итоге у нас такой образовался альянс, перешедший в дружбу. И я с большим таким трепетом хочу поздравить Родину Константиновичу с днем рождения. Главное, многое лето, здоровье. Я вас безумно люблю. Вы мой композитор, который дал мне выход в свет. Дорогой Родин Константинович, я хочу поздравить всех нас с вашим юбилеем, пожелать нам вашей мудрости и вашего благолетия. Мы с вами познакомились уже достаточно давно, в далеком 2008 году на фестивале Ростроповича в Самаре. Там мы исполняли ваше произведение-малориту. Потом в моей жизни появились мертвые души. Родин Константинович, ждем от вас новых шедевров и, конечно, вашего личного присутствия. Всегда вас любим. С партии «Блохи» у меня началась работа в Мариинском театре. Благодаря этой партии меня взяли в театр. Четыре арии и каждый раз что-то новое. Металл и в то же время нежность, так как она все-таки женского пола. И самое-самое сложное, самое трудное – это финал. Всегда по окончанию спектакля текут слезы. Это уже невозможно даже скрыть. Родион Константинович, дорогой, я поздравляю от всей души вас. Желаю вам здоровья и много-много творческих успехов. С творчеством Родиона Константиновича «Близко» я познакомился в 2011 году, когда в Мариинском театре была постановка оперы «Мертвые души». Для Мариинского театра это было очень большое и значимое событие. Я исполнял партию «Ноздрева». С Родионом Константиновичем мы тогда очень детально и скрупулезно прорабатывали образ моего персонажа. Это получился очень яркий, динамичный образ помещика Кутилы Ноздрева. Музыка Родиона Константиновича очень сложна. Это огромное количество различных интонаций, ритмического рисунка. На самом деле я очень горд, что я в одно время живу с таким великим композитором. Имею счастье исполнять его произведения, а также готовить партии непосредственно с композитором. Родион Константинович, с юбилеем вас, вдохновение вам, творчество, на радость нам, артистам и зрителям. Сердце для вас. Дорогой Родион Константинович, я от всего сердца поздравляю вас с днем рождения и желаю вам крепкого здоровья. Где вы появляетесь, там всегда у людей на лицах улыбки. Вы всех озаряете своей теплотой. Я желаю вам быть счастливым, любимым. Мы вас очень любим, ценим. Я очень надеюсь, что вы сделаете подарок мировому сообществу арфистов и напишите концерт для арфа с оркестром, который я с большой честью и гордостью исполню. История простая. Всему ведь свой черед. Вокруг народ стареет. Щедрин наоборот. Мы кланимся низко за творчество тебе. Пусть арфа будет рядом в искусстве и в судьбе. И планов очень много. Мы пригласим друзей. Отметим в Мариинке 100-летний юбилей. С днем рождения! Дион Константинович Щебрин. Легенда, имя, которое связано с музыкальной культурой 20 века и 21 века. Мне посчастливилось быть знакомым, очень близко знакомым. Для меня это огромное счастье и честь, что мне удалось играть его концерт и его музыку в тот момент, когда он сидит в зале. Потому что это поистине особое состояние для солиста, когда ты играешь музыку композитора, который здесь сидит и на репетициях, и на концерте. Это человек, который действительно внес в музыкальную литературу, музыкальное искусство, поистине свой неповторимый стиль, который узнаваем из первых же нот по интонации. Как отличаются великие композиторы по интонации, ты сразу можешь понять, это мозг, это рахманина. Если ты слышишь музыку именно, ты понимаешь, что это еще где-то. Где мы только не играли его потрясающий концерт, который прочно вошли в мой репетитор, второй и пятый. Никогда не забуду первое выступление с пятым концертом с маэстро Гердиевым в городе Ереван, когда мы с корабля на бал прибыли в зал, практически мы вышли играть без репетиции. Это сложнейшее произведение. И надо сказать, что это был один из лучших концертов вообще в моей жизни, без концертов Щедлина. И он был в зале, также был Рузинян, Мирзоян, тоже легенды. Дорогой городе Екатерин, я вас поздравляю. Очень хочется быстрее победаться, давно вы не виделись. Я желаю вам здоровья, хочу, чтобы ваша музыка звучала как можно чаще, она и так звучит часто. Но я еще должен кое-что сделать, о чем вы знаете. Но я пока на камеру это говорить не буду. Браво! Мы начали работу в 2015 году над постановкой «Рождественская сказка», где я исполняла партию «Злые дни». Это замечательное, веселое произведение, которое впечатляет до сих пор петербургских зрителей. Самое замечательное было то, что на всей постановочной части, на всех репетициях присутствовал сам Родион Константинович. Давал очень важные, замечательные, ценные советы, которые нам помогали в дальнейшем работать над этой оперой. В его юбилей я хочу его поздравить, пожелать, может быть, помимо здоровья, которое ценно и важно в любом возрасте для человека, дальнейших творческих замыслов, воплощений, еще прожить много-много лет и радовать нас своей замечательной музыкой. С днём рождения вас! С днём рождения вас! С днём рождения поздравляю! С днём рождения вас! Огромное счастье быть знакомым с гением, которым является Родион Константинович Щедрин. И тем более безумный восторг принимать участие в его спектаклях. Для меня это «Конёк, горбунок» и «Анна Каренина» иметь возможность сотворчества вместе с маэстро. Дорогой Родион Константинович, поздравляю вас от всей души с днём рождения. Вам здоровья, здоровья, еще раз здоровья и, надеюсь, еще на сотворчество в Уринском театре. До скорой встречи на сцене! Можно сказать, что эта личность невероятно богатая духовно, говоря уже о таланте общепризнанном. Балеты, как «Конёк, горбунок», какой юмор, какая передача русской души. И невозможно не сказать про Анну Каренину, которая один из моих любимых спектаклей. Как можно только звуками изобразить полное разложение личности человека, всю трагедию. Это невероятно, и это очень сильно помогает для артиста, для меня, чтобы погрузиться в образ полностью. Поэтому мне очень хочется, чтобы тонкое ощущение жизни все время сопутствовало Родиону Константиновичу. Хочу пожелать ему творческих лет жизни, долгих. Ну и, конечно, здоровья, и чтобы все вокруг вдохновляло, и он вдохновлял других творчеством и нахождением рядом. Во-первых, Родион Константинович. Ну, лучше ему это не показывать, потому что, и чтобы он это не услышал. Во-первых, Родион Константинович очень интересный мужчина. У него недюжинное обаяние. Я думаю, что этим обаянием он пользуется, пользовался и будет пользоваться всегда. Благодаря этому обаянию он умеет очень многих заставить работать, и отказать ему невозможно. Дорогой Родион Константинович, я представляю виртуально, что вы в моих объятиях, и вот так вот крепко-крепко-крепко-крепко я вас к себе прижимаю. Дорогой мой, дорогой мой величайший композитор. Низкий вам поклон и очень вас жду, жду нашей личной встречи. Моё первое знакомство с произведением Шедрина идёт далёкие годы моего детства в столице Осетии, Алании, Владикавказе. Я ходил в школу, был начинающим пианистом, не уверен был тогда, что это станет главным делом в моей жизни. Я имею в виду классическая музыка. Тем не менее, я уже тогда умудрился каким-то образом играть юмореску. Потом я познакомился с подражанием Альбеницу и свернул до тропу дирижёрского будущего. Меня многие призывали не бросать игру на рояле. Я уже наиграл с оркестрами пару раз, и в сети, и даже тут играл как пианист уже в Ленинграде, в Петербурге. Я достаточно рано познакомился и немедленно подружился с великими Родионом Константиновичем Шедриным и Майей Михайловной Плесецкой. И разделять их не хочу ни в мыслях, ни в рассказах, ни в воспоминаниях. И тогда уже в работе над коньком-горбунком уже многое было в зоне моей ответственности. У меня был уникальный шанс говорить с живым классиком об исполнении тогда в Кировском театре совсем молоденьким дирижёром. Мне было, может быть, лет 25. Родио Константинович – самый главный сегодня друг Мариинского театра, что ещё более важно. Это самый высокий, самый знаменитый, самый мудрый, самый значительный, да просто великий российский музыкант, который сегодня живёт на планете Земля. И очень хочется продолжения такого творческого сайта, да и, честно говоря, и лично нашей огромной дружбы. Я с ним разговариваю каждый день, иногда по два, по три раза в день. Он сейчас, конечно, думает о том, что здесь довольно значительный большой фестиваль, посвящён исполнению моего произведения. Он также переживает за иногда очень драматические итоги матчей одной восьмой, одной четвёртой. Вот скоро будут уже матчи полуфинала Чемпионата мира по футболу. И это его интересует. Но он остаётся прежде всего великим русским музыкантом. Мы многократно выступали с ним вместе по всему миру. И при жизни Майи Михайловны Пресецкой путешествовали довольно смело. И увлекательно очень. Хочется, заранее не поздравляю с ним, прежде всего, хочется поблагодарить Родину Константиновича, поблагодарить за потрясающее прикосновение к такой уже довольно древней книге-летописи истории Мариинского театра. И наряду с Михаилом Глинкой, или с Петром Ильичем Чайковским, или Бородиным, Римско-Корского. Так обогатить эту историю, как это сделала Родин Константиновича, удавалось очень немногим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова